Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте! С 18 по 23 марта Арктический государственный институт культуры и искусств при поддержке Министерства науки и высшего образования проводит первый международный и четвертый всероссийский фестиваль-конкурс «Созвездие Арктики», посвященный 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. У нас представилась прекрасная возможность пригласить в студию гостей фестиваля, членов жюри конкурса и экспертов. Сегодня в нашей студии гость из Москвы Николай Ерохин, ведущий солист Академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Николай, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о значении подобного конкурса для развития музыкального образования и в таком отдаленном регионе от центра, как и Якутия. Отдаленный регион? Да как же вы далеко? Вы очень близко с Москвой. Мы полетели даже совсем в намного меньше времени. Но в первую очередь, конечно же, я хочу сказать, что культура и искусство должно развиваться не только по вертикали. И все самые лучшие сливки съезжаются на Маску в Москву, но и по горизонтали тоже. Потому как Якутия, Саха-Якутия очень большая республика. И здесь, конечно, не такой многочисленный народ, но республика большая. И точечно приезжают и собирают эти маленькие камушки и делают огранку непосредственно в АГИКИ. Ну вот смотрите, конкурс впервые стал международным. Расскажите о международном участии. Из каких стран приехали гости к нам в Якутию? О международном конкурс стал потому, как стало международное жюри. Это, в принципе, от этого все и зависит. Вы знаете, я точно знаю, что есть китайцы, есть японцы в жюри, потому как конкурс проходит по разным номинациям. Я представляю председателя жюри классического вокала, потому что оперный певец я. Но также есть, как и эстрадные. И вообще, в принципе, вокалисты классические присоединились к этому конкурсу второй год как. В том году было всего лишь несколько человек, а в этом году уже вот на классическом вокале аж 71 заявка. И, поверьте, есть кого послушать. И даже приехали певцы, которые учатся в Московской консерватории. А это все-таки самый высший пилотаж обучения классическому вокалу. Вот расскажите, как проходит прослушивание, сколько участников в день вы прослушиваете. Вообще, как это все организовано? Как можете оценить? Ну, организация, конечно, это довольно-таки сложный процесс, потому что певцу нужно очень много времени для того, чтобы настроиться. Это мастера, мы уже выходим на сцену, и, как говорится, что бы нам не мешало, мы все равно поем, все равно делаем свое дело. Потому что зачем певец выходит на сцену? Чтобы показать себя и порадовать публику. Ребятам, конечно, это довольно-таки сложно все дается сейчас. Но это и правильно, потому что это этапы становления. Через тернии к звездам нам нужно пройти всем абсолютно. Потому что я вспоминаю себя, я прошел по всем конкурсам. А у меня мой близкий друг Коля Басков, с которым мы вот уже пять лет вместе находимся на стене конкурса «А ну-ка все вместе», может быть, знаете этот проект, вот я там тоже пять лет как музыкальный эксперт. Вот, он всегда говорит тем, кто выходит как конкурсантам, он говорит, пробуйте себя везде. Я пел на всех конкурсах, ни в одном не победил. Однако он стал Колей Басковым, он даже никогда не думал, что он завяжет свою карьеру с классикой и будет петь эстраду. А я никогда не думал, что буду петь классику, а очень сильно хотел петь эстраду. Понимаете, вот так вот. Когда-то Коля бегал ко мне на концерты в Новосибирске, а теперь вот мы вот уже много лет дружим. Поэтому я всем ребятам, которые будут слушать нашу с вами беседу, советую по большей степени везде, где только будет возможность, просто везде себя показывать. Набивать те самые шишки, которые потом натираются золотой фольгой. Ну вот как раз таки, Николай, расскажите о том, как вы стали опернопевцом, что вас подвигло пойти именно в исполнение такого сложного жанра. Мне было 32 года. То есть вы уже были взрослые, созданные человек. Я начинал учиться в Новосибирске. Я лукавлю, конечно, немножко. Я начинал учиться в Новосибирской консерватории. Но так как я уже заикнулся о том, что я очень хотел петь эстраду, я уехал со своим шоу-балетом в Турцию на заработки. И полгода там работал. А когда вернулся, меня уволили, потому что отчислили из консерватории, потому что я опоздал на полтора месяца. Я сказал, ну раз я не нужен, я уехал в Москву делать карьеру эстрадного певца. И она бы получилась, если бы не тот самый дефолт, когда в очередной раз не стало больших капиталов у населения. И у меня уже была создана семья, были дети. И мне супруга сказала, что, ну, может быть, чем-нибудь начнешь заниматься другим, а не только вести банкеты. Ну, я этим активно занимался. Вот я говорю, хочешь, поступлю в консерваторию. Она говорит, ну, кто тебя возьмет 32 года. Ну, однако, так получилось, что я пришел в консерваторию, спел завкафедрой отделением. Вот. И на общих основаниях поступало 600 человек. Я вновь поступил на первый курс. Да, ну, правда, я за первый год закончил первый, второй, третий курс, ну, потому что немножко уже мозгов было побольше, чем у начинающих абитуриентов. А с третьего, получается, со второго года, но четвертого курса, меня уже забрали в театр, вот в мой родной дом, театр Станиславского. Мы его называем Стасик, так, по-домашнему. Это наш театр-дом. Я вот на первую партию, которую я спел там, это была партия Левка, то, что я исполнял в галоконцерте, арию из этой партии. Ну, и главное, с чего выстрелила моя карьера, это Пьер в опере «Война и мир». Ну, вот как вы считаете, значит, никогда не поздно начинать заниматься вокалом? Или как можно раньше лучше начинать стадион? Конечно же, как можно раньше. Вообще, по сути, если разобраться, вот смотрите, любая профессия, которая только существует, она вся у человека в основном в руках. И даже у музыкантов. Мы можем поменять струну, заменить клавишу, западающуюся клавишу на аккордеоне или любом другом инструменте, но наш инструмент спрятан у нас в организме. Это голос. Поэтому я всем своим студентам, а я уже третий год преподаю на капелле Московской консерватории, я уже вернулся в свой альбоматор, всегда говорю, что вы находитесь в привилегированном положении. Я их воспитываю сразу звездами. Вы находитесь в привилегированном положении, поэтому не обращайте внимания, если вам говорят, что вам нужно сдать вот этот предмет или вот этот предмет. В первую очередь вы должны прийти ко мне на урок и научиться петь, потому что когда вы придете работать в театр, вас абсолютно никто не спросит, какого цвета у вас диплом. Правда же? Скажут просто откройте рот, и мы все поймем. И большего не надо. Да, все общие предметы, они обязательно нужны, потому что это развитие, это кругозор. Я никогда не забуду Галину Павловну Вишневскую, мы с ней очень хорошо общались. Она говорила, мне будет сразу понятно, если выйдет певец и начнет петь, а если он еще будет петь на русском, я могу точно сказать, есть у этого человека интеллект или нет. Ну, она, конечно, говорила другим словцом, я его нивелировал, но суть примерно такова. А учиться нужно долго. Семь лет музыкальной школы, четыре года училища, пять или семь лет консерватории, ну, а потом еще, если повезет, года два аспирантуры. И, в общем, в районе 25 лет, 20 из которых вы проучились музыке и вокалу, вы выходите абсолютно в потерянном состоянии, не знаете, а что же делать дальше. Такое тоже бывает. Ну, поэтому обязательно стоит участвовать в конкурсах различного уровня. Совершенно верно. Биться нужно везде. Вот вы в Якутии у нас в первый раз. Расскажите, что успели увидеть, какие впечатления? Ну, я не в первый раз в Якутии. Я уже 10 лет дружу с оперным театром, потому что мы пели Аиду, и даже я участвовал в юбилейном турне с этой оперой, с театром. Я пел партию Радамеса. Также я приезжал к вам петь норму Германа в пиковой даме, поэтому нет. Меня не просто так позвали. Меня позвали, как уже проверенного человека. И я даже вчера, когда я не удержался, ночью выложил пост с конкурса, где написал, что это очень холодная-теплая республика. Ну, а холодная почему? Погода, а теплая, потому что очень отзывчивые и добрые люди. Ну, вот, кстати, о зрителе. Как-то зрители отличаются в регионах? Что бы вы могли сказать, может быть, о якутском зрителе? Выступаете, у нас уже не в первый раз выступали. Обмануть невозможно. Да, почему? Потому что зритель московский и вообще зритель столичный, так скажем, не московский, а столичный зритель, они избалованы перформансом. Всевозможными, как бы, что бы еще такое, чтобы вам какую бы инсталляцию еще вам показать, чтобы что-то произошло, чтобы заинтересовать. А вот, когда приезжаешь, чуть подальше отъезжаешь от столиц, то получается, что если у тебя вся твоя карьера строится на режиссуре и не работает сердце и душа, и голова, то тогда в зрительном зале, ну, простите, как вчера, я не смог удержаться, мы пели всем залом, понимаете, я сразу вспоминаю старых исполнителей, когда Кобзон мог петь 8 часов подряд, и люди не уходили из зала. Когда Валентина Васильевна Толкунова, ну, я не знаю, молодежь, может быть, не знает, кто это за певица, но люди постарше вспомнят, своим очень маленьким легким голосом выходила и делала такое, что людей переворачивало в зале, переворачивало их чувства, они приходили обновленными, как из храма. Вот это, наверное, очень важно. Но при этом, при всем, сегодня у меня были мастер-классы, и мне задали вопрос, а как же вот, ну, заставить себя гореть, или еще что-то. Заставить себя гореть, это несложно, по сути. Это все воспитывается педагогами по актерскому мастерству, есть определенная школа. Но я вспомнил Александра Анатольевича Ширвинда, мы один раз были вместе на мероприятии, я говорю, Александр Анатольевич, вот вы столько лет, я говорю, вам уже под 90 лет, я говорю, вы столько лет воспитывали своих учеников, больше 20 лет возглавляли театр, снялись в огромном количестве фильмов, в театре всю жизнь. Я говорю, как вы вообще выжили-то за столько лет? Ну, зная Александра Анатольевича Ширвинда, его сарказм ко всем ответам, он мне сказал, говорит, Николай, никогда нельзя опускать эмоции ниже подбородка. Ну, это в духе Ширвинда. Ну, да. Действительно. Николай, все-таки вернемся к конкурсу. В какой форме, на ваш взгляд, может развиваться фестиваль конкурса «Звездя Арктики»? Ну, от того, что он только первый год как международный, нужно, чтобы все те, кто здесь побывал, даже если вдруг ребята не займут какие-то призовые места, я имею в виду гран-при первое, второе и третье место, у оргкомитета приготовлены определенные призы. Призы индивидуальные, так же, как и от меня, как от председателя жюри приготовлен приз. Так вот, нужно обязательно те, кто здесь побывал, как у Задорнова, помните? Чтобы они это поели, пошли и сказали, что вот это хорошо. Так вот, они должны разъехаться и там об этом рассказать. Ничего не работает, никакая реклама не будет работать в интернете, так, как если это сделают люди сами, приехавшие конкурсанты. А здесь мы их очень сильно любим. Ну да, Николай, действительно, сами участники должны рассказать свои впечатления, поделиться, рассказать, что этот конкурс дает, наверное, и он тогда будет развиваться и расти только вширь. Дай бог, по горизонтали, как я говорю. А вот уже когда эта горизонталь достигнет своего пика, тогда начинает расти вот этот вот рост, пирамидка в вертикаль, и Москву на маску. Ну что ж, Николай, желаем вам успешных прослушиваний. Впереди у вас еще достаточно работы. Очень рады видеть вас в нашей студии. Приезжайте в Якутию, поговорим еще. Я думаю, осенью, если все состоится, будет большой фестиваль в оперном театре, и где, я надеюсь, еще спою для вас. Спасибо, Николай, спасибо, будем очень рады. Спасибо, Сергей. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.